Здравствуйте, меня зовут Картавенкова Наталья, лор-врач высшей категории и сегодня мы с вами поговорим о необходимости проведения иммуно-реабилитационной терапии у длительной и часто болеющих людей, а также страдающих заболеваниями лор-органов, которые часто осложняются и рецидивируют. Для начала мы определим термин иммуно-реабилитация. Иммуно-реабилитация – это комплекс мероприятий, которые направлены на восстановление работы иммунной системой до ее нормального физиологического уровня. Они могут быть как медикаментозные, так и немедикаментозные. Структурная организация защиты слизистых барьеров позволяет эффективно защищать наш организм и слизистые в целом от воздействия вредных факторов окружающей среды. Иногда в силу целого ряда причин происходит срыв защитных механизмов, и тогда патогенные агенты внедряются в организм, вызывая тем самым патологический процесс. Такими причинами могут стать врожденные нарушения слизистых, приобретенные в процессе жизни дисфункции. В частности, они возникают вследствие нерационального применения антибактериальных и противовоспалительных средств. Это создает основу для хронизации до этого остро протекающего процесса. При назначении недостаточно большого количества антибактериальных средств, естественно, очаг плохо санируется. Микроорганизмы вырабатывают устойчивость, и в последующем человек заболевает этой же патологией, но микроорганизмы устойчивы к антибиотику и дают более тяжелое протекание этой же патологии. Вследствие же назначения слишком больших доз антибактериальной терапии убивается собственная сапрофитная флора, которая выполняет достаточно важную роль в защите слизистых, так называемый первый барьер защиты. Они продуктами своей жизнедеятельности создают неблагоприятные условия для развития и размножения патогенов. Таким образом, сапрофитная флора играет очень важную роль в формировании первой линии защиты слизистых оболочек. Чаще всего люди, страдающие частыми ОРЗ, болеют не потому, что они заражаются, а потому, что провоцирующие факторы, такие как простуды, переохлаждение, активируют очень бурный воспалительный процесс против своей же нормальной условно-патогенной флоры. В связи с этим становится актуальным вопрос о восстановлении защитных свойств наших слизистых, что возможно при проведении иммуно-реабилитационной терапии. До свидания и будьте здоровы! Продолжение следует...